Канобу.ру представляет Ски-сафари. Лавина — это очень весело. Спеллсорт. Очередной герой уничтожает очередную тысячу монстров. Эби-эскейп. Бесконечный бег с препятствиями. В каждой из этих игр вы можете умереть за одну секунду. Внушает оптимизм, не правда ли? Готовьтесь к испытаниям, но сначала немного новостей. Компания GameLoft показала первый игровой трейлер Nova 3, своего главного мобильного шутера. Действие игры перенесется с космических станций и далеких планет на Землю, в Сан-Франциско. Нетрудно заметить, что первые две игры серии копировали Halo, а третья — Crysis 2. Будет ли игра распространяться по системе Freemium, которую в последнее время практикует GameLoft, пока неизвестно. Nova 3 выйдет в мае на Android и iOS. Мобильный Minecraft постепенно приближается к своей компьютерной версии. Новое обновление добавляет в игру знакомую нам систему крафтинга, с помощью которой игрок может создавать сложные предметы из простых деталей. В будущих обновлениях разработчики планируют ввести в игру режим Survival, добавляющий монстров. Пока же в мобильном Minecraft есть только режим строительства. Игра доступна для Android и iOS. Jetpack Joyride — один из самых увлекательных таймкиллеров для iOS — обзавелся серьезным обновлением. В новой версии игры появились гаджеты — различные приборы, помогающие улучшить свои результаты. Например, кроссовки позволяют главному герою моментально подпрыгивать до середины экрана, а шар прокатится еще сотню метров после окончания игры. Все гаджеты доступны не сразу. Чтобы открыть новые предметы, нужно купить несколько старых. Jetpack Joyride доступна в App Store. Похоже, что авторов Cut the Rope уже не остановить. Даже спустя полтора года после выхода оригинала, студия ZeptoLab продолжает обновлять свою игру. Так, на прошлой неделе вышел новый апдейт, который отправляет зеленого Амняма в новую музыкальную коробку. Не пропустите. Представьте, что вы живете в заснеженных горах, и вдруг, о нет, с вершины сходит лавина. Что делать? Паниковать? Бежать? Ски-Сафари предлагает лучший вариант. Надо просто веселиться. Герой выкатывается из дома прямо на кровати, а потом встает на лыжи. В Ски-Сафари нам предстоит спускаться с горы, прыгать через камни, крутить сальто, кататься на пингвинах и йети, и все это нажатием одного пальца. Игра не скупится на бонусы. Дополнительные очки нам дают за любое глупое действие. Помимо установления новых рекордов, игрок может выполнять различные задания. Обычно игра просит в них сделать какой-нибудь трюк несколько раз подряд. Если вам надоел Jetpack Joyride или Monster Dash, обязательно попробуйте ски-Сафари. Видеоигры часто копируют друг друга. Одна игра рождает новую идею, после чего сотни стараются ее улучшить. Так произошло и со Spellsword. Ее авторы посмотрели на Super Crate Box и решили, что могут сделать круче. И вот что странно, у них это получилось. По маленьким аренам бегает герой с мечом и бьет монстров. Помимо этого, он собирает карточки, которые заставляют его клинок стрелять заклинаниями. Из монстров попадают деньги, их мы тратим на улучшение меча и покупку новых шмоток. Если Super Crate Box казалась вам полным безумием, не запускайте Spellsword. Здесь еще больше монстров, еще больше взрывов и еще больше веселья. Вдобавок, героя Spellsword можно прокачивать. Похоже, что Super Crate Box может отправляться на пенсию. Многие из вас наверняка знакомы с Temple Run. Популярные аркады, где игрок убегает от обезьян. Как и у всех успешных игр, у Temple Run начинают появляться клоны. И некоторые из них вполне могут поспорить в качестве с оригиналом. Например, Abbey Escape. Суть игры осталась прежней. Это платформер с видом сзади. Наклоняя смартфон, мы обходим препятствия, а движение пальцем по экрану вверх или вниз заставляет героя прыгать и делать подкаты. В отличие от Temple Run, в Abbey Escape есть не только бесконечный режим, но и кампания. Вдобавок, игра в разы красивее своего источника вдохновения. Мы рекомендуем посмотреть и Temple Run, и Abbey Escape. Обе эти игры заслуживают вашего внимания. Порой кажется, что игровая индустрия состоит из сплошных копий и клонов. А на ваш взгляд, какую игру копировали чаще всего? Я думаю, что Super Mario. А ваши ответы мы ждем в комментариях. И кстати, не забудьте заглянуть в наш специальный раздел, посвященный играм для Nokia Lumia, если вы еще этого не сделали. С вами был Андрей. Увидимся через неделю. Не скучайте. Субтитры подогнал «Симон»!